За прошедшие сутки зарегистрировано 459 новых случаев коронавируса с учетом внебольничной пневмонии. Из них в Бишкеке – 178, 122 в Аше, в Чуйской области – 3, в Ожской области – 46, в Таласской – 4, в Нарынской – 10, в Иссыкульской – 11, 64 случаев в Джалабадской области и Баткенской – 21. За весь период пандемии в Кыргызстане выявлено 110 829 случаев коронавируса. Также за сутки выздоровели от COVID-19 с учетом внебольничной пневмонии – 257 человек. Всего за весь период – 102 890. За прошедшие сутки от коронавируса скончалось 9 человек – всего 1899. На стационарном лечении – 2041 пациент, состояние большинства средней тяжести. На амбулаторном лечении – 2949 пациентов. По всей стране наблюдается рост числа зараженных коронавирусной инфекцией и особенно напряженной ситуации в столице, а также Аше. Медики полагают, что несоблюдение правил личной гигиены – рекомендации в отношении ковида – главные причины распространения инфекции. Мы просто обязаны жить новыми правилами. Мы должны это принять. Посмотрите, общественный транспорт еще раз. Это тоже вызывает большую озабоченность. Посмотрите, битком. Никто не носит маски. Уже забыли. Мы хотели бы обратиться еще раз. Просим вас, соблюдайте наши все требования. И мы буквально знаем, что вчера что было ужесточает противопедемические мероприятия во многих странах. Вот в Москве тоже вчера видели. И мы бы не хотели, чтобы ужесточали или принимали какие-то еще мероприятия, усиливали. Для этого просто элементарно нам необходимо соблюдать наши требования. В настоящее время в Кыргызстане вакцину от COVID-19 получили более 90 тысяч человек. Об этом сообщили в республиканском штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией. Больше всего граждан привито в Бишкеке и Чуйской области. Китайцы должны это поставить в гуманитарном порядке. И Россия обещает, и Астразенека в рамке механизма Ковакс. Любая вакцина, хоть это китайский будет, хоть это будет американский или европейский, российский, все равно они предотвращают смертные случаи. Понимаете? Все равно предотвращают тяжелые случаи. Между тем, Центром госсанэпиднадзора Бишкека было проведено 26 рейдовых проверок в местах скопления людей. В ходе них были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований и составлены 44 протокола. Согласно предписанию правительства за номером 244 составили 44 протокола несоответствия санитарно-эпидемиологическим нормам. Штраф составил 158 тысяч сомов. Мы наложили штраф за то, что не соблюдались элементарные правила – дистанция, отсутствие масок у людей в общественных и местах скопления. Кроме того, мы учитывали определенное количество людей при проведении торжественных мероприятий – не более 50 человек. Врачи не устают повторять про санитарно-эпидемиологические правила – ношение масок, социальное дистанцирование, использование антисептиков, частое проветривание помещения.